Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Зритель мой, здравствуй! Ее судьба удивительная. Она самая младшая дочь богатого купца. Но все детство прожила в голоде. В пять лет уже пасла колхозных свиней. И девочка рано стала мечтать стать врачом. Ей хотелось сделать так, чтобы перестал болеть живот от постоянных недоеданий. Она стала замечательным доктором и почти полвека отдала медицине. Врачевала людей сердцем, знаниями и руками. О ее руках ходили легенды. И сегодня за жизнь нашу мы поговорим с Фаиной Степановной Беловой. Здравствуйте, Фаина Степановна! Здравствуйте! А где ваше детство прошло? Где вы родились? Родилась я в деревне Кировской области, Клободского района, деревня Буркова. Там училась. Кончилось семь классов. До семи классов дойдем. А что помнится из раннего детства? Вы себя рано помните? Я помню, наверное, рано. Один-два года было, я, конечно, ничего не помню. А вот уже когда сама стала осознавать, что я живу на белом свете, запомнился у меня тяжелый физический труд. Постоянно. Все я, все что-то делала. Всегда работала? Всегда. То дома, то чего, то цыплят там покровлить. Ну, не то, чтобы я какой-то тяжесть ей поднимала, но для меня это все равно было очень тяжело. У вас семья большая была? Сколько детей? Восемь человек родных у мамы и четверо неродных. У мамы было. Ее выдали замуж за купца. Разница в возрасте была 18 лет. Отец старший был на 18 лет? Отец старший, да. Очень жестокий человек. Жестокий? Как мама рассказывала, да. А вы отца не помните? Нет, конечно. Я родилась, его убили уже. Он на фронте погиб? Да, на фронте. Я его вообще не знаю. Вы самая младшая? Я самая младшая. Вот я сказал, что вы в 5 лет пасли свиней. Сегодня это трудно даже представить. Да. А как это было? Это очень просто. Рано. Мама будет скорее, надо уже свиней выгонять. Все, я как автоматом. Ну, во-первых, мама воспитывала нас очень в строгости. Она не любила повторять, ей некогда было. С нами, так это, ну, в общем, с трудом. Она очень спрашивала нас, нас все. Всем давала задания. Все работали, не только я. Вот. А потом, значит... Ну, 5-летняя кроха, пастушка этих свиней. Ну, как это? Так это же, ну, надо было как-то жить, чем-то жить, что-то есть. Надо, пусть мы ели траву, хлеб с отрубями, с мятиной. Там мятина, кто... Я знаю, кое-что там была веялка. И вот то, что... От севы. От севы, которые надо уже выбросить. Вот это могли взять люди, которые там работали. Я все-таки к пастушке возвращаюсь. А эти свиньи вас слушались, это стадо? Вы ими управляли? Так, кнутик у меня был такой небольшой. Я никогда животных не била. Я их уже всегда любила, кроме свиней. Они в детстве надоели. И не любила коз. Очень вредное создание. Шкодливое. Да. А все остальные, например, телята, это у меня самые любимые. А то, что отец был купцом, это как-то сказалось на вашу жизнь? Вас раскулачивали? Вас как-то... Очень жизнь была невыносимая у мамы. Нас постоянно кулачили. Но почему-то вот его не сослали. А что, приходили, все выгребали, отбирали? Все выгребали. Я раньше не помню, я только в последний раз запомнила, когда уже была, видимо, возраст. Каждый же год приходили. А что вы помните? Как раскулачивали? Давай зерно, давай где спрятано, где чего. Ну, зерна-то не было. Куда спрятали? Мы же все равно найдем. Она говорит, ищите. И вот так она в сердцах, вот это я очень отчетно вспомнила. Она в сердцах сказала, ищите, все, что найдете будет ваше. Можете, говорит, и их забрать. Детей. Детей. В придачу, да. Потому что я уже... И уже забирать было нечего. Нечего уже забирать. И там старший. Их, наверное, не, наверное, а четверо их было. Трое мужчины и одна женщина. И вот мужчина, видимо, старший, говорит, все. Вычеркиваем ее. Действительно. Вы поглядите на них, все, видимо, точно худые были. И оставили в покое. И оставили с тех пор, больше никто не искал. Все, весь огород перекопан был. Все, все, все искали. А вы рано пошли в школу? Очень рано. Во сколько? Ну, по словам мамы, пятый год мне шел. Пятый год? Пятый год. А почему так рано? Филипок в юбке. Потому что школа наша закрывалась, она была в трех километрах от нашего дома. А со следующего года не было детей. А на следующий день, на следующий год нужно было за 10 километров ходить в школу. И вот я что-то пойду, вот такая маленькая, за 10 километров вперед и домой. Вряд ли я пройду. И поэтому у вас раньше времени определили? Поэтому мы все пошли на встречу, поэтому меня и взяли в школу. Даже в классный журнал не вписывали. Вот так. Не верили, что вы будете? Не верили, что я что-то буду понимать. У меня ни детрани не было, ничего. Просто вольнослушателем. Вольнослушателем была, отметки никакой не ставил, просто я была. А потом в какой-то момент, видать, что-то у меня тут ёкнуло. Ёкнуло, и девочка стала учиться. То есть сестра, она отличница была у нас. У нее были одни пятерки, я почему-то газеткой звали в школе. И глядя на нее, я стала что-то соображать. Вы рано стали, правда, мечтать стать медиком, врачом? Я не мечтала, я только мечтала, чтобы меня очень болела голова. Она мне больше болела. И живот, и голова? Да, живот, не сразу стал болеть, потом. А голова. Головные боли? Головные боли. И я с такими вопросами обращалась к вам. Была, конечно, я маленькая. Мама меня водила в медпункт, а я спрашивала. Так я задавала вопросы взрослые, но по-своему. Я спрашивала, от чего у меня болит голова? Сейчас бы я спросила, какая причина головной боли у меня. Ну да. А вот такая маленькая, я говорю, никто от меня не говорил ничего. Не у кого было спросить. Все были необразованные. У меня вот на высшее образование. Только учили до четырех классов, и то хорошо. И ответов, от чего болит голова, никто не находил. А кто будет знать? Кто-то фельдшер был один, и все. Фельдшер или медсестанин, жена медпунктия одна. Все смеялись. Я вот задаю такие вопросы, и они все смеются. И вот неправильно задавала вопрос. Говорю, перминал кончится? Перминал это лекарство у вас? Лекарство от головной боли давали. И опять у меня болит голова. А сейчас бы я сказала, действие лекарства закончится. И опять начинается головная боли. Но в основном-то я правильно задавала вопрос. Вот сейчас вы уже, конечно, мудрый человек, доктор профессиональный. От чего голова болела у ребенка, вы поняли? От недоедания, от тяжелого труда. У меня не было никогда отдыха. Я не играла в куклу, у меня не было времени. Детства не было? У меня детства не было. Я только мечтала выспаться. Выспаться? Ребенок мечтал выспаться? Мечтала всю жизнь выспаться. И когда уж я, наверное, поступила учиться в училище медицинское, в Борьком. Вот тут я выспалась. А самое такое, ну, любимое лакомство вашего детства? Что было? Казалось, самое вкусное. Манная каша на молоке. Это был праздник? Это был праздник. Для меня это был праздник. Мне больше ничего не надо. Конфеты я никогда не просила. Я не знала их курса. Они меня не интересовали. Встал вопрос. Я говорю, мама, я пойду учиться в мединститут. Никто мне не подсказывал. Я сама решила, что надо учиться. Наработалась в волю. Думаю, надо учиться. Тем более я что-то соображала уже. Я как поняла. Вот я мутанты-то этих животных слушала, смотрела, как сердце бьется. У меня животные были. Теленок. На них учились. На них училась, да. Она говорит, а на что я тебя буду учить? Надо ехать или в Пермь, или в Горький. У меня нет денег. Она конкретно сказала. Вот если что, иди в техникум какой-нибудь. Попроще. Попроще. Там учиться два-три с половиной года. Ну и я пошла в медучилище. Вот моя судьба такая. Закончили вы в 62-м году училище. Фельдшер по первому образованию. Работали фельдшером. Я работала. Надо было. Не принимали заявления даже. В селе работали. Да. В Лыкове. Я работала в Горьковской области. Уже на Вольном. Фаина Степановна, а за что вы благодарны вот тем годам своей сельской одноэтажной медицине? Чему вы научились? Молодой фельдшер. Я многому научилась. Во-первых, люди ко мне относились очень хорошо. Хорошо. Вы же девчонка были молоденькая. И при моем появлении почему-то все, у всех был первый возраст. Какая же ты молодая дочка. Все говорили во всех деревнях. Но я действительно молода была выглядеть. Вот так. И дочка уже лечила, и уже помогала, и уже дала себя ответственность. Попадривали. Там были ветераны Великой Отечественной войны. Вот Фадеев, например, Александр Николаевич. До сих пор не забуду. Уже волосы белобрызый был. И говорит, ты дочка, меня почему все дочка звали, ты учись на мне. Я отлично делала. Колы научилась делать колы. Отлично. Приехала работать с фельдшером. Мне помогли мои руки. Ни разу не прошла мимо вены. Да, это мне помогало всю жизнь. И рука, говорили, что у меня очень легкая рука. Я и мужа лечила всю жизнь. Сама делала уколы. В общем, все. Фаина Степановна, а почему решили идти дальше учиться в медицинский институт на врача? Они остались фельдшером? Нет, надо было больше знать. И надо было это самой вериться во всем. Да, я человек такой очень пунктуальный. Относилась очень серьезно к работе. Это все отмечали. Вы закончили Горьковский мединститут. Да. Это был очень известный в Советском Союзе институт. Такой авторитетный. Авторитетный. Четыре факультета было. Вообще жилья много было. Легко было учиться или трудно? Легко. Легко. Медицина очень трудная. Я любила учиться. Вот говорят, гистологию сдал, жениться можно. Потому что очень трудно. Мне не легче было патфизиология. Нет. Там все один другого хлеща. Такие вот гистология, патанатомия. В морге люди не могли находиться. Я свободно находилась. Удивительно. Смотрите. Вы заканчиваете медицинский институт в 1972 году. И где начинает работать доктор Белова? Ну, в то время я уже была замужем. Поехала к мужу. Он был в Тбилиси. Тоже доктор муж? Да. В Тбилиси. В общем, старший братик гарнизона. Как жилось в 70-е годы в Тбилиси? Вот ваш Тбилиси каким остался в памяти? Красивый город? Очень красивый город. Люди остались хорошие, с которыми я общалась. А это были работники кафе, столовой, там гражданские. А так нельзя было выйти. И я по городу не гуляла. Почему? Ну, не давали проходу люди мужского. Грузины не давали проходу молодой русской женщине? Вот только выйду, откуда ни возьмись, возле меня уже в круг меня брали. Мне только сказали, ты никогда не поднимай глаза и ничего не говори. Что бы тебя не спрашивали. А я понимаю метод. А что, не говорили, красивое, давай выпьем, поедем кататься или шашлык угостим? Нет, пойдем в кино, пойдем, посидим, поговорим. Это была проблема просто пройти по городу? Выйти в город – проблема. Садилась на метро, там было метро. Да, из дела до Руставели выходила. И там надо было пройти ну полквартала от силы. И там сидели аксакалы, там, пожалуй, очень. Уважаемые. Да, и все, и мужчины вообще никто не работал, а все денежные были, я не знаю, я всегда поражалась. И вот рассматривали идущих. Вот кавказский темперамент, а, какой. Ага. Все там рассматривали, вот это я терпеть не могла. Для меня это было ножом горло пройти. Вот и так жила. А так они нормальные люди. Понятно. Вы большую часть проработали как бы в военных структурах, в госпиталях. В госпиталях. И в Благовещенске много лет. В нашем госпитале работали. 18 лет. Врачом. О ваших руках ходят легенды. Я вот позвонил, правда, некоторым вашим пациентам, они говорят, что по сей день благодарны. Вы их подняли на ноги своим массажем. Вашими руками. Что за дар был? Как вы лечили руками людей? Просто мне Бог дал чувствовать руками, пальцами. Я вот провожу, я уже положу ладонь. Я знаю, что тут вот патология уже есть. Вот прям диагностировали, чувствовали? Да, как диагностика. Руки меня никогда не подводили. А вы врач-терапевт? У меня терапевт. Остеохондрозы, говорят, вы лечили. Вот сегодня мы все страдаем, у нас у всех больные спины. Как остеохондроз можно было полечить? Это грыжа, протрузия межпозвоночная. Ну, грыжа не сразу образовалась. Надо было лечить вовремя. Хорошо. Протрузия. Начиналось... Воспаление. Воспаление идет и образуется нарост. И это так и должно быть. Как вы руками это лечили? Убирала патологические дуги. Рефлекс патологический, по-русски сказать. Потому что вот иглоукалывание делают вот в такую-то там схеме. Уже указано, куда надо иголку. Но ведь рефлексы-то не все патологические. Надо гасить только патологические. Нормально оставлять. Все сразу, да. Нормально оставлять, вот и все. Как только уберешь патологический рефлекс, снимешь боль. Больной ничего из себя не чувствует. Да. Прямо тут же было... Отмечали люди. Уздоровление. Даже вот будучи на пенсии ко мне и то, все время подходят люди. Просат помощи. Да, и вы меня не полечите. А у вас руки горячие? Горячие. Очень горячие. Я сама вот смотрю, что после телевизора и вообще жар от них идет. Только вам, наверное, кто-то мне говорил, что у меня руки были... И по сей день горячие? Да. Да. Дмитриевна. Вот я лечила... Я отличаюсь от других врачей тем, что я лечила и маму, и братьев, и сестер, когда я приезжала туда. Угу. Увидаться с ними. Своих родных. Своих родных. Врачи не любят родных лечить. И племянниц. Вот она до сих пор зовет приезжать жить. Только лечи нас. И лечи нас. А вот целый год у нее муж не может. Делает уколы. Я что могу, я консультирую по телефону. Я говорю, бросай эти уколы. Делать вот надо то, то, то. Фаина Степановна, вы 47 лет проработали в медицине. 48. 48. Ну, без малого полвека. Вы очень профессиональный человек. Вы себе как-то сами объясняете, откуда у вас вот этот жар, этот дар, это... Это у меня по отцовской линии предложено. От Господа Бога? Нет, по отцовской линии. Кто-то врачевал? Да. Сестра моего отца, я ее звала баба Таня. Она пыталась мне рассказать, но я была очень маленькая. И вот, что только она скажет, как на губку все приставалось, тут же запоминала. Мама на нее зашикает, не надо говорить, не надо говорить. То есть вы считаете, это генетически передалось? Это передалось, да. Она меня саму вылечила. У меня был перелом копчика. Мы катались, снега-то много было. Мы катались с крыши, и травм много людей были, на санках катались. И вот я, у меня копчик вообще сломался. Я не могла ходить-то, я плохо ходила, а вот не могла сидеть. Вот это для меня была мука, не могла наклоняться. Ну и она на печку, там же большие печи. Русские печки с лежанками, да. Да, вот туда мы собирались по лесенке. И вот она меня лечила, песни пела. Она ничего, ни молитвы никакие, ни шептала, просто песни пела. И руками лечила? И руками лечила. И говорила, видимо, тоже вот у нее руки были, лечили руки. Говорит, тебе не больно? Я вот скажу, ой, не надо, не надо, тебе тут не больно. Она мне вылечила. Вот расскажи мне, я бы никогда не поверила. Фаина Степановна, советская медицина была очень такая строгая, академическая и консервативная достаточно. Как вам разрешали в то время руками лечить? Ну что, это же как бы не описано в коронах. Даже, не знаю, ко мне привозили больных, вот, командир часть приводил. Вот так с этого началось. А началось все с того, что муж у меня был начальник лороотделения, лег в госпиталь, чтобы его не беспокоили. Раньше войска-то он сколько было, его без конца дергали. Больных-то много, а лорозаболевания всегда были, есть. Вот. И чтобы его не дергали, он лег, оформив себе, себя на статус лечения, чтобы составить годовой отчет. Утром ушел, все нормально, все. Утром прихожу на работу, мне кажется, спрашивают попавший, вы еще не видели Василий Николаевич? Я говорю, нет. Я сначала не обратила внимания. Но когда пятый человек сказал, я говорю, так хоть что случилось, вы хоть мне скажите. Он вас ждет, вы сразу к нему идите. Ну я зашла к себе, переоделась, халат одела, пошла, представила. Вот такая картина он лежит. А в подушках с приподнятым головным концом вокруг него капельниц, таблеток, уколы делает, все сестры собрались. Я говорю, это что есть такое. И он видел меня, и слезы потекли у него. Оказывается, у него появились резкие боли в сердце. Собрали всех светил. Врачей. Консилиум целый. Целый консилиум был. И кто чего назначит, и все ему решили делать. Кто-то там его лейкопластырь наклеил, кто-то грелку принес, кто-то чего по меру своей. Развитости и понимания. Вот, я пошла, поглядела, я говорю, ну, лишнее прошу удалиться. Я говорю, ну, вот тут все собрались. Мы один за другим там, ну, сейчас жена вас вылечит. Ну, посмотрела я, сразу поняла, что это такое. Убрала сразу лейкопластыри. Я говорю, кто тебе такое сказал, чтобы лейкопластырь тебе? А что у него было? Устал-кадрот в родном отделе позвоночника. А у него, думали, инфаркт миокарта. Он еще молодой был. Уберите, говорю, капельницу. Старшая сестра сказала, уберите эти все лекарства. Я их больше не видела. Говорю, вот такую-то мазь мне выпишите, чтобы легче руками. И все, и вы его полечили. Я его вылечила, все. И всю жизнь я его лечила. Зрители мои, вот здесь мы поставим многоточие и продолжение нашего честного разговора за жизнь. С мудрым доктором и человеком Фаиной Беловой смотрите, пожалуйста, на следующей неделе. Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия.